Не только коммунальщики, но и остальные жители города пострадали от морозов. Уже третий день в Кирове непривычно холодно. Температура ниже 35 градусов. Число пострадавших от обморожения за последние дни выросло почти на 50%. Как холода отразились на жизни города в сюжете Анастасии Шерстнёвой. Улицы полупустые, на дорогах немноголюдно. Такую картину можно наблюдать в Кирове на протяжении последних трёх дней. Ведь столбик термометра опустился ниже 35 градусов. С приходом холодов жизнь в городе изменилась. Повысились тарифы в такси сегодня. Нет провок в городе. В квартирах не во всех тепло, холодно. Гололёд есть на дорогах. Ну вот машина ехала и муж сказал, что скользко. Автобусы чуть реже ходят и людей чуть меньше. Но зато можно посмотреть на город, когда меньше людей, меньше машин. Выглядит всё достаточно красиво. В обычное время здесь проходят учебные занятия. Но сегодня из-за погоды, к сожалению, занятия отменены. Чистая доска и пустые классы. Подобную ситуацию сегодня можно наблюдать практически во всех городских школах. 28-й лицей не стал исключением. Первый учебный день из-за непогоды пришлось перенести. Ведь согласно рекомендациям властей, при температуре ниже 35 градусов все школьники могут официально прогуливать уроки. Сегодня были несколько учеников, и они позанимались. Но это ученики в основном старших классов. Но малыши, ещё раз повторяю, сегодня отдыхают. Я надеюсь, что завтра мы начнём учёбу. По прогнозам, завтра планируется более тёплая погода. Но вот кировским врачам не до отдыха. В минувшие выходные им пришлось потрудиться. Говорят, с начала года травмы получили уже около 140 пациентов. Причём у 17 из них обморожение. И ещё 20 пострадали от гололёда. По словам медиков, сейчас в городе идёт и подъём заболеваемости вирусными инфекциями. Если мы посмотрим по структуре тех, кто поступил в нашу больницу, то 54% это поступили с острыми респираторными вирусными инфекциями и предварительно с диагнозом грипп. На 65% больше по сравнению с прошлым годом. Тогда было 103 обратившихся, в этом году 158. В вагоне люди сидят, пока ещё сидят, спать не хотят, потому что все в одежде. Получить обморожение имели все шансы пассажиры этого поезда. 15 часов они провели в неотапливаемом вагоне. В ночь на 8 января кировчанам пришлось ехать до Москвы при температуре 10 градусов. Причём за окном вагона было минус 37. Федеральной пассажирской компании пояснили, что причиной этого стало нарушение укладки утеплителя между стенок вагона. В региональном филиале ГЖД сообщили, что работать в аномальные морозы им приходится редко. От этого сейчас режим работы усиленный. В период низких температур особое внимание уделяется контактному проводу и состоянию железнодорожного полотна. То есть в первую очередь увеличивается количество обходов путейскими бригадами, которые с помощью электронного оборудования могут уловить какие-то отклонения. Но для тех, кто считает, что у природы нет плохой погоды, минусовая температура не повод для уныния. В соцсети захватил новый флешмоб «Фризмэджик». В замедленной съёмке видно, как себя ведёт кипяток в лютый мороз. И правда, магия какая-то. Уже завтра в Кирове потеплеет. По прогнозам синоптиков, во вторник к вечеру воздух прогреется до 16 градусов со знаком «минус». В среду погода порадует ещё больше. Температура достигнет минус 6 градусов. Правда, весь день будет идти снег, а небо затянется тучами. Анастасия Шерстнёва, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.